Дискотеки здесь довольно активная жизнь. Ну а мы с вами смотрим первый раунд Александр Крупенкин, Евгений Завгородний вес 57 килограмм. Видим оба бойца в левосторонней стойки. Немножко конечно повыше ростом Завгородний. Крупенкин так больше танцует вокруг своего соперника, но пока что никаких активных действий мы не видим. Ну так махнул по воздуху для разминки Завгородний. Крупенкин пока что так выжидает. Кстати Олег, обычно бои проводятся в октагоне в загражденном сетке. Здесь же сегодня турнир проводится в ринге. Я так понимаю, что смешные единоборства можно проводить и в ринге и в октагоне, да? Да, смешные единоборства можно проводить и в ринге и в октагоне. Мы в принципе не привязываемся на данный момент к площадке, но я думаю впоследствии мы пересмотрим свою политику, когда у нас будет уже своя клетка, то есть уже будет ММА про Украину, то есть это будет стандартная площадка для всех мероприятий. Ну вот как мы и предполагали, Крупенкин пошел и решил побороться и завалил таких. Выполнил свою задачу, но посмотрим, что будет дальше. Да, да, да. Ну довольно так. Прошел сразу же гард и сейчас будет пытаться использовать свое преимущество в партере. Занимает позицию сайт-контроль. Ну, какие перспективы в этой ситуации у Крупенкина? У Крупенкина здесь масса развития вариантов, здесь можно и пойти на руку. Но учитывая, что он любитель побороться, наверное, все-таки на удушение. Да, я думаю, здесь у него достаточно вариантов. Вот сейчас для продолжения этой ситуации переходим в позицию северю. Сейчас, может быть, очень удушающий прием, да? Удастся ли до него? Занимает бэкмаунт, очень хорошо заплел ноги. Здесь, конечно же, Жене нужно выживать. Завородник сейчас не в самой, как говорится, приятной ситуации находится. Вот видим. Это вы видели тренеров. Крупенкина, которая подсказывает ему, что делать, но... А слышат спортсмены то, что показывают тренеры во время боя? Ну, по-разному. Кто-то слышит, кто-то нет. Здесь, да, суетиться нельзя. Нужно быть, Максим, предельно собранным. Вот одну руку он контролирует левую. Да, довольно так... Так, активный довольно бой, скажем, насыщенный. Пока что не приходится нам, как говорится, скучать в этом бою. Поначалу так Крупенкин присматривался, присматривался. И первая же его попытка перевести... Все в партер. Прошла и... Вот сейчас... Перевернулся... Да, сейчас... Крупенкин выходит в маунт, опять в бэк. Но... Не удалось, да. Полностью... Вот здесь, вот эту позицию, да, нужно максимально, нужно проворачиваться. Ну, вот сейчас видим уже треугольник. Треугольник. Приходит на руку, но хорошо. Ушел очень из тяжелого положения. Молодец. Да, сейчас уже перехватил наизуги возоборотник. Здесь можно отдать. Здесь нужно... Я думаю, что нужно разбивать. Наверное, пока ударами по корпусу пытается Крупенкин. Извините, Загородник. Ну, встали в стойку и... Да, ну, такой интересный довольно получился первый раунд. Ну, он еще не закончился, но посмотрим, что будет дальше. И опять видим. Кстати, вот у борца, когда у борца не получается против ноги или в партере, какая-то позиция не реализована один-два раза. То есть, ну, многие теряют уверенность, теряют силу. Вот как поведет сейчас Саша. Действительно, он был в выгодной ситуации. И фактически мог закончить бой, но потерял свое преимущество. Саша сейчас уже... Да, сейчас Завгородье находится в маунте. Интересно, сколько там времени осталось до окончания раунда, потому что время, наверное, уже где-то на исходе. Я думаю, какая-то минута еще есть. Да, довольно-таки неплохо сейчас Завгородье перехватил инициативу, да. Ну, Крупенко, да, пока что нельзя сказать, что много ударов проходит. Но, тем не менее, все это отнимает очень много сил. Да, интересный первый раунд. Не успел, не успел до окончания первого раунда довести дело до победы Евгения Завгородний. Но, наверное, такой неоднозначный получился у нас первый раунд. Вот мы сейчас видим, как Крупенкин переводит своего соперника в партер и довольно-таки владеет инициативой. Наверное, были шансы у Александра закончить этот поединок в первом раунде на свою пользу. Но во второй части первого раунда, как мы видим, Завгородний, как говорится, перехватил инициативу и уже в концовке значительно активнее он. Это был Александр Крупенко. Ну и начался второй раунд. Напомню, что в случае, если не определят победителя по итогам двух раундов, то будет назначен дополнительный третий раунд и посмотрим, продолжили ли свою тактику Крупенко. Вот сейчас получил удар в ответ, но тренера подсказывают ему, что, это тренер Евгения Завгороднего подсказывает, что нужно наносить серии ударов, они одиночными выстрелами. Ну и пока что мы видим, как-то пассивно начал второй раунд Крупенко, но посмотрим, он обычно так же начинал пассивно и первый раунд, но потом... Но потерял немного сил он в первом раунде, видно, это заметно. Да, концовка боя была очень тяжелой для Крупенко, но поэтому... Да, хотя был близок, был близок к окончанию боя, и оконцовку забрал Завгородний, вышел маунт и действительно... Мы видим, интересный тактический ход принял Крупенко, который решил... Это техника грейсии первых UFC, поэтому здесь уже это не работает. Да, здесь, судя по всему, Крупенко не успел восстановиться за перерыв, и поэтому он сейчас... Вот опять сейчас прошел удар с левой, прямой по борде, но и... Непонятно, почему он принимает удары в стойке, и... Да, и вот сейчас... Здесь вцепился в ногу, но... Да, вцепился в ногу, и таки... Крупенкин... Таки... Поварил Завгороднего в партер, и посмотрим, что будет дальше, но... Интересно, есть ли у Крупенкина сила, потому что начало второго раунда было впечатление такое, что сил у него нету, и... Да, здесь перевел в партер, но видно, что... Сил нету, нечем бороться, нет энергии. Немножко потратился он на вот эту позицию, когда душил в первом раунде. Да, Женя более свежий, но опять же, сейчас Крупенкин находится сверху, и... Ну вот, да, действительно, действительно, я думаю... Просто, мне кажется, он значительно меньше силы Крупенкина, чем у Завгороднего. Да, ну вот правильно подсказывает Николай Бурли, его тренер, что надо, чтобы он встал, действительно... Да, потому что Крупенкин намного увереннее себя чувствует, когда в партере, чем в стойке бойцы, ну... Ну, немножко... Это немножко не тот вид спорта, не вразлической журжицу здесь... Что-то перепутал Крупенкин, я думаю. Не на ту площадку вышел, а вот сейчас... Ну, это можно расценивать как сдачу, то есть такое видение... Да, как видим, вмешался врач и определяет, что технический нокаут победа Евгения Загороднего, ну... По-моему, с Сашей Крупенкин нет просто сил бороться. Где-то он не рассчитал свои силы, хотя в начале первого раунда вполне мог довести... Красочный удар только, что, конечно, показали. Во всей красоте... Можно поздравить Завгороднего с третьей победой. Да, он продолжил свою победную серию, три победы, ноль поражений. Молодой парень, ну, что Саша Крупенкину пожелать развиваться в формате... Потому что хороший борец, хороший греплер.